Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Анастасия Немец, сопредседатель регионального штаба ОНФ Свердловской области, а еще красавица, комсомолка и спортсменка. Сейчас поймете почему. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я начал с определения красавица, но это само по себе, естественно и очевидно. Но, кроме всего прочего, вы еще и модель. Вы участвуете регулярно в неделе высокой моды в Москве. Расскажите об этом, что это такое. Это неделя действительно высокой моды в Москве, которая проходит ежегодно, посезонно. Это сентябрь, ой, не сентябрь, а весна, весна-осень. Я уже на протяжении двух лет, каждые полгода принимаю в этом участие. Это интеграционный показ. И чтобы не было у всех понимания о том, что, ну, собрались люди там на колясках, вышли на подиум. Ничего подобного. Это именно с большой буквы, это высокая мода в Москве. Все по-настоящему. Настоящий подиум, настоящие модельеры, правильно? Настоящие модельеры. Мало того, в первый раз мы выходили со звездами. Сейчас последнюю коллекцию, которую мы предоставляли, это были свадебные платья. И мы также в сопровождении, в качестве женихов, у нас были настоящие модели среди молодых людей. И, получается, вот ежегодно этот показ проходит. Девушки, это не простой показ. Это вот... Но в чем идея? В чем, так сказать, основной смысл? В чем вызов? Наверное, ведь не без вызова здесь какого-то, да? Определенный есть вызов в то, что мы можем также наравне со всеми. И ни в коем случае коляска, инвалидная коляска, это нет никаких ограничений. И даже сидя в инвалидной коляске, ты можешь быть красивой и демонстрировать наряды. Нам не шьют специализированную одежду. Мы одеваем обыкновенную одежду наших модельеров и ее демонстрируем. Абсолютно наравне со всеми моделями, такими же как бы... Когда следующий показ, уже известно? Точного числа, точную дату я не могу сказать, но... Но ближайшей осенью? Ближайшей осенью, да, обязательно. Это, получается, конец сентября где-то так. Давайте еще ненадолго останемся в сфере красоты. Ходят упорные слухи о том, что вы включены в жюри конкурса «Мисс Екатеринбург» в этом году. Ну, посмотрим, подтвердятся они или нет. Но если что, журить, судить готовы? Ох, наверное, каждая девушка, вот даже если маленько отойти от темы, каждая девушка мечтает оказаться на подиуме в качестве модели. Также принятие участия в конкурсе красоты. Я бы очень хотела быть в жюри, да, все время, смотря наш конкурс красоты «Мисс Екатеринбург», ну, получается, только с телевизора экрана, со стороны, да. А вживую принимать это участие – это совершенно другие эмоции, впечатления и большая ответственность за наш город, и действительно выбрать самую достойную, самую лучшую. А как вы к этим конкурсам вообще относитесь? Есть ведь люди, которые считают это чем-то, ну, чуть ли не дискриминационным по отношению к девушкам. Вот, ходят в купальниках, как-то это неуместно? Не знаю, насчет уместно-неуместно, красоту надо обязательно показывать и демонстрировать. И там же учитываются не только внешние качества. Но не только 60, 90-60-90, вот так правильно. Да, да, не только внешние качества, но и внутренний мир самой девушки. Для меня кажется, это даже некая школа этих девушек, они… школа совершенства, школа… Умение подать, преподнести себя. Да, у них самые лучшие педагоги и там по актерскому мастерству, и по речи, и как правильно и красиво ходить на каблуках. Мне кажется, они с огромным багажом знаний, они просто после конкурса, даже для себя, не обязательно одевая корону, ну, уйдут с этими знаниями. Какой конкурсантке вы бы поставили более высокий балл? Просто красивый и стройный или, скорее, интеллектуальный? Мне кажется, если вот именно… Или вы будете баланс искать. Да, находясь в жюри, вот на энергетическом уровне, вот что-то вот, да, и совместно… Идите человека наиболее гармоничного в этом смысле. Да, да. Хорошо, с красавицей разобрались, теперь спортсменка у нас следующий пункт. Анастасия Немец, оказывается, прыгает с парашютом. Причем не просто как любитель, но и как спортсмен фактически, я правильно понимаю? Да, сейчас я занялась именно парашютным спортом, да, в моей жизни появилось это совсем недавно, но первый прыжок… Вы к этому долго шли или это получилось спонтанно? Первый прыжок, каким он был? Я к этому долго шла, но первый прыжок был год назад, и это был подарок на день рождения, это была мечта моей в жизни, да, я чему очень благодарна. То есть это был подарок, которому вы радовались, а не тот, от которого избавиться бы, потому что страшно же прыгать. Это первый раз в жизни. Это безумие, и это самый лучший подарок, наверное, в моей жизни, это моя мечта. И тем самым сейчас занясь этим профессионально, и это мне безумно нравится в первую очередь, потому что выброс адреналина – это одна история. А когда ты сейчас не как марионетка прыгаешь в тандеме, у тебя есть определенные задачи, ты уже не думаешь о том, что ты не можешь дышать, у тебя там заложены уши, а ты думаешь о том, как нужно правильно именно отработать технику в свободном падении, что есть определенные задачи, которые ты их выполняешь в свободном падении на высоте. Ну, вот сейчас я принимала участие в соревнованиях международного уровня. У нас прыжки были с высоты 4000 метров. Здесь, в Свердловской области, самолеты поднимаются только на высоту 2000. То есть для вас это была новая планка, новое преодоление? Да, было новое преодоление. Для меня, когда был пробный прыжок тренировочный, было ощущение, что я вообще, в принципе, первый раз в жизни прыгнула с парашютом. Совершенно новые ощущения. А в дальнейшем, когда уже пошли зачетные прыжки, это действительно работа. И задача инструктора, с которым ты прыгаешь в тандеме, именно выйти из самолета, следить за временем, чтобы вовремя выпустить парашют, и мягкое приземление. Все остальное, все упражнения, которые называются спираль, мы делаем в воздухе, на камеру. Это заключается соревнование в том, чем быстрее и качественнее ты сделаешь все обороты, которые снимаются на камеру, и судьи это видят. И ни в коем случае инструктор не должен помогать, если он... А прыгаете вдвоем с инструктором, правильно? Да, естественно. Тандемом? Тандемом, да. То есть один парашют и два человека. На двоих, да. И если он хоть как-то поможет, это все видно на камеру, и, соответственно, убираются баллы, снижаются. Ну и, соответственно, далее выпускается парашют, я им управляю. Когда ближе уже к приземлению, он уже берет в свои руки и мягко мы садимся на землю. Не все так просто, как нам кажется, с земли. Во время прыжка с парашютом. Планируете продолжать этой деятельностью заниматься? Да. Спортивной? А вот эти соревнования, это было для меня только начало. Начало нечто большего и стремление к лучшему. Это первый шаг в спортивную жизнь. Профессионально, да. И именно улучшить все свои результаты и уже в следующие соревнования приехать. И показать более достойный результат. С ОНФ, с работой в Общероссийском народном фронте совмещать получится? Безусловно. В сутках-то 24 часа. Общественная деятельность, да. Я еще работаю оператором в экстренной службе. Вы еще и в МЧС работаете. Не в МЧС, это другая экстренная служба, 112. Ну, где-то рядом. Да. Я еще работаю, занимаюсь общественной деятельностью. Ну, и спорт никто не отменял в жизни. Ну, вот смотрите, ОНФ, мы знаем, занимается самыми разными темами. От незаконных свалок до состояния дорог. Не могу не спросить, как у нас в городе, как у нас в регионе обстоят дела с безбарьерной средой для людей с ограниченными возможностями. Наверняка вы особенно пристально за этим следите. Естественно, особенно пристально за этим следим. И хоть я передвигаюсь на инвалидной коляске, но я не знаю, это лично мои ощущения, у меня нет для меня барьеров. Если есть определенные какие-то задачи, я их всегда решаю. Это чисто от себя. Что касается нашего города, наш город развивается. И с каждым годом он становится лучше. И обращают именно на проблемы по доступности городской среды. У нас переделывают дороги, делают заниженные бордюры. По центру города, допустим, можно спокойно уже прогуляться без барьер. У нас становится людей на колясках больше на улице. Ведь, наверное, это главный показатель, правда? Чтобы они не по домам где-то сидели, а могли пользоваться этой средой. Естественно, да. И также Народный фронт занимается проектом благоустройства городской среды. Это все, что касаемо наших дворов. Мы с жильцами выходим на контакт. Также составляется проект, как бы они хотели видеть свой двор. И обязательно учитывалось заниженные бордюры и пандусы. Потому что это нужно не только для людей с ограниченными возможностями. В маломобильную категорию граждан также входят и мамочки с колясками, люди пожилого возраста. Им всем, даже велосипедисты, всем удобно пользоваться пандусами и заниженными бордюрами. В чем главная проблема, если говорить о создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями? Но, как всегда, у нас денег не хватает. Вот было больше денег, все проблемы решили бы, не знаю, за месяц или за год. Или, может быть, не в деньгах главное? Знаете, даже не в деньгах главное, но раз выделяются деньги на благоустройство двора. Но мы сталкиваемся с той проблемой, что элементарно даже сами строители, они не понимают, для чего это нужно, и не соблюдают все градостроительные нормы. Для того, чтобы сделать определенный там угол занижения бордюра и установки пандуса. В общем, важно что-то в общественном сознании подкорректировать. Да, нужен баланс, безусловно. И это общая работа. Это не то, что можно точно сказать здесь, 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 здесь. Это нужно обязательно делать совместно. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде была сегодня Анастасия Немец, сопредседатель регионального штаба ОНФ России в Свердловской области. До свидания и удачи. Продолжение следует...